Дебаты открытого общества В этом мире, если молодые люди хотят овладеть навыками ораторского мастерства и критического мышления, они начинают заниматься дебатами. Потому что именно дебаты дают уникальную коммуникационную площадку, в рамках которой развиваются все эти навыки. Наша передача предоставляет студентам ведущих вузов Кыргызстана прекрасную возможность научиться четко, конструктивно и лаконично выражать свои мысли. Согласно правилам парламентских дебатов, наши студенты поделены на две стороны – на сторону правительства и сторону оппозиции. Но мало выиграть только своих оппонентов, необходимо предоставить аргументы сильнее, чем у своих же единомышленников внутри стороны. Уважаемые телезрители, разрешите мне представить вам команды, которые будут играть в сегодняшнем дебатном раунде. Командой первого правительства у нас будут студенты Кыргызской государственной медицинской академии. Командой второго правительства будут студенты Кыргызско-российского славянского университета. Командой первой оппозиции у нас будут студенты Кыргызского национального университета. А командой второй оппозиции у нас будут студенты Кыргызско-турецкого университета МАНАСС. Политики – это общественные деятели, которые хотят стать лицами, принимающими решения за весь народ. Приходят они к этому через демократические процедуры, становясь тем самым символом народа. Одна сторона наших сегодняшних дебатов твердо уверена в том, что такая ответственность подразумевает полную прозрачность частной и личной жизни. Другая сторона считает, что непрекосновенность частной жизни является одним из самых главных прав человека. Таким образом, тема сегодняшнего дебатного раунда. Эта палата считает, что частная жизнь политиков должна быть достоянием общественности. А я напоминаю вам, уважаемые телезрители, что именно вы решаете в последующие 24 часа, кто из сегодняшних выступающих команд победит. А выразить свое мнение вы можете, отправив короткое сообщение на номер 3315. Если вы считаете, что победила команда первого правительства Кыргызской государственной медицинской академии, отправьте короткое сообщение с кодом 08 на номер 3315. Если вы считаете, что победила команда второго правительства Кыргызско-Российско-Славянского университета, отправьте короткое сообщение с кодом 07 на номер 3315. Если вы считаете, что победила команда первой оппозиции Кыргызско-Национального университета, отправьте короткое сообщение с кодом 02 на номер 3315. А помогут вам разобраться, уважаемые телезрители, кто же победил в сегодняшнем дебатном раунде, наши приглашенные судьи-эксперты. Постоянный судья нашей телепередачи – координатор Бишкекского дебатного центра Талант Смаилов. Международный чемпион по дебатам – Нурлан Абдалиев. Эксперт нашей телепередачи – политолог Аман Самаков. А следить за тем, чтобы все спикеры соблюдали временной регламент, будет наш уважаемый темпкипер – Бермет Иманалиева. Вот и состоялся наш дебатный раунд по теме «Эта палата считает, что частная жизнь политиков должна быть достоянием общественности». И именно вам, уважаемые телезрители, в последующие 24 часа решать, кто же победил из сегодняшних команд. И для произнесения своей конструктивной речи приглашается господин премьер-министр. Ваше время – три минуты. Вопросы на первой и последней минуте запрещены. Между, приветствуйте. Ваше время пошло. Здравствуйте, уважаемые друзья, коллеги, судей, уважаемые телезрители. Сегодняшняя обсуждаемая нами тема звучит очень просто. Наша палата считает, что частная жизнь политиков должна быть достоянием общественности. Перед тем, как перейти к обсуждению и к основным фактам и аргументам, мы бы хотели показать механизм, как данная частная и личная жизнь должна становиться, так скажем, достоянием общественности. Самый основной механизм – это средства массовой информации, когда СМИ, радио, телевидение, интернет, информационные агентства передают всю информацию, которую они узнают об общественных деятелях именно для народа. Следующий механизм – также новые медиа, которые включают в себя блоги, социальные сети. Порой сами политики отписываются о своей частной жизни именно через данные, так скажем, социальные сети. Первая идея, о которой мы хотели бы рассказать, звучит достаточно просто. Простая прелюдия. Мы все понимаем, когда происходят выборы в городскую думу, в парламент или же президентские выборы. Политики очень часто ратуют своими личными и семейными положениями. Они показывают, какие они хорошие семьянины, какие они хорошие жены, какие они хорошие мужья. Но когда они приходят в политику, они ратуют ради того, чтобы СМИ, средства массовой информации, не вмешивались в их частную жизнь и не освещали их. Здесь задается вопрос. Если они хотят, чтобы народ верил в них, если они хотят, чтобы народ понимал их и, скажем, были их сторонниками, то они должны дать согласие тому, чтобы их частная жизнь была освещена. Первая причина – это готовность самих политиков. То, что влияние частной жизни все-таки оказывает влияние на его профессиональную трудовую деятельность. Мы должны понимать то, что характер человека, истоки его поведения всегда лежат в семейных ценностях. Как он ведет себя в семье, как он ведет себя с родными, с друзьями, также отражается на его профессиональных и качественных деятельности. Дальше идея относительно того, что это издержки профессии. Мы говорим сейчас о самих правах политиков. Когда человек приходит в политику и занимает какую-то определенную должность, у него определенные права ограничиваются. Он перестает быть рядовым гражданином. Он становится общественным деятелем, который несет ответственность за государство, который несет ответственность за свою политическую партию или организацию. И когда он несет данную ответственность, определенные права у него практически исчезают. Права на личную жизнь, права на скрытость личной жизни. Мы должны говорить еще о других акторах. Это народ, избирательное право. Я, как представитель народа, человек, который голосовал за данного политика или же избирал его, я могу знать, у меня есть право знать, кем он является в своей частной жизни. Какой он отец, какой он семьянин. И складывая лишь эти факторы, мы видим, какова ситуация по расстоянию к этому политику, несмотря на его профессиональную деятельность, его профессиональные качества. Мы понимаем то, что какие у него человеческие качества есть и у него внутри, такие и будут будущие его профессиональные деятельности, будущие данные страны. Мы понимаем, что жизнь политика, это и жизнь самого народа в будущем, это лицо народа. Если он врет семье, если он, так скажем, изменяет жене, то он вполне способен изменить своей родине, он вполне способен изменить своим политическим принципам. Потому что у него нет данных ценностей, ценностей, которые идут со стороны частной и личной жизни. И если эти частные и личные жизни, мы видим то, что они нарушены, то мы не должны выбирать данного правителя и данного политика. Благодарю вас и на этом заканчиваю свою речь. Я благодарю господина премьера-министра за произведенную и конструктивную речь. Уважаемые телезрители, отличная новость. Международная образовательная ассоциация дебатов на своем сайте ru.adb.org запустила специальную страницу нашей с вами телепередачи. Теперь все русскоязычное пространство дебатов сможет вместе с вами наблюдать за нашей телевизионной программой на сайте ru.adb.org Изменились ли условия голосования? Теперь после выхода каждой передачи в эфир вы можете целых 4 дня голосовать на сайте ru.adb.org за команду, по которой, по вашему мнению, выиграла в дебатном раунде. ru.adb.org Ваш портал в мир дебатов. И приглашаю лидера оппозиции для произведения своей конструктивной речи. Ваше время 3 минуты. Вопросы на первой и последней минуте запрещены. Между приветствуются. Ваше время пошло. Добрый день. Сегодня мы говорим о фундаментальном праве человека, о его праве на неприкосновенность частной жизни. Это право дается человеку с рождения, и оно неотчуждаемое. Оно было закреплено во многих международных актах, в таких, как Habeas Corpus Act 1679 года в Англии, Декларации прав человека и гражданина 1789 года во Франции, Биле о правах 1791 года, Международном пакте о гражданских и политических правах 1966 года, статья 17-я, и Всеобщей декларации прав человека и гражданина 1948 года. Сегодня наше правительство говорило о том, что если мы заглянем в частную жизнь политикам, мы увидим его внутренний мир. На самом деле, если мы заглянем в частную жизнь политика, мы увидим то, что он не хочет показывать в своей профессиональной деятельности. Но мы и не увидим его внутренний мир. Они говорят, как он ведет себя с друзьями, таким он и будет политическим деятелем. Я бы хотел привести в пример Ли Куан Ю, премьер-министра Сингапура, который, когда стал премьер-министром, посадил нескольких своих друзей в тюрьму. То есть это говорит о том, что он плохой друг, но хороший государственный деятель. И не надо смешивать профессиональную и личную сферу человека, потому что у каждого человека эта граница существует. Если человек смешивает профессиональную и личную сферы, это говорит, во-первых, о его непрофессионализме, во-вторых, о несостоятельности его личной жизни. Неприкосновенность частной жизни включает в себя право на реализацию личной свободы, право на хранение личной и семейной тайны, тайну личной переписки, тайную корреспонденцию, защиту жилища и защиту чести и достоинства человека. И политик, какой бы он ни был, он такой же человек, как и все остальные. И таким образом мы не должны его выделять от всех остальных масс и людей. Почему мы защищаем частную жизнь бизнесменов? Почему мы защищаем частную жизнь тех людей, которые тоже находятся в публичной сфере, такие как актеры, люди, культура, искусство и так далее? Мы считаем, что политики такие же люди, как и все остальные. И их право на личную жизнь так же неприкосновенно, как у всех остальных. Достояние общественности — это благо, которое безраздельно принадлежит всем. Если тайной переписки, защита жилища, защита чести и достоинства политика будет благом, который будет принадлежать всем, это, во-первых, не будет тайным, а во-вторых, в данном случае будет нарушен принцип равноправия человека, в данном случае — политика. Я благодарю господина лидера оппозиции за произнесенную им конструктивную речь. И для произнесения своей конструктивной речи приглашается заместитель премьера-министра. Ваше время — три минуты. Вопросы на первой и последней минуте запрещены. Между приветствуются. Ваше время пошло. Итак, да, я не святой, но я не баллотируюсь на пост президента. Такую фразу можно услышать у простого жителя Соединенных Штатов Америки. Данной фразой я хотел бы сказать о том, что человек, идя на данную профессию, занимает такой высокопоставленный пост, как, допустим, лицо государства, то же самое президент или депутат этой тоже политики, они должны подразумевать по тем, что они несут ответственность за свой народ. Они дают клятву народу, быть слугами народа. Таким образом, почему, если я являюсь слугой народа и привержен защищать только его интересы, почему я должен преследовать какие-то личные интересы, скрывая от них тайны личной жизни? Хотя мы радуем за то, что действительно тайны личной жизни почастую связаны с их непосредственной деятельностью, с их непосредственно профессиональной деятельностью. Объясню, к чему мы клоним. Итак, мы говорим о том, что если мне нечего бояться, если я веду такую действительно святую и правильную жизнь, почему я должен бояться, что, допустим, сцены моей частной личной жизни будут опубликованы? Если я копаю огород, кому будет интересно смотреть, как я копаю огород? Я политик. Если я, допустим, занимаюсь, допустим, садоводничеством, это никому не будет интересно. Народ хочет зрелищ, народ хочет компроматов, народ хочет непосредственно иметь ту информацию, которая может негативно сказаться на деятельности непосредственно этого политика. Если он, допустим, наркоман или если он алкоголик, это может плохо сказаться, негативно сказаться на его непосредственной деятельности. Таким образом, эту информацию жаждет народ. Если же это была информация, компрометирующая, не является правдой и истиной, пожалуйста, у нас есть в статье законы и во всех, как бы, в Конституциях прописан закон о клевете, когда человек может защищаться таким образом, понимаете? Мы говорим о том, что, где вы видели политика, которая, допустим, указывает в предвыборной своей компании, что он является алкоголиком, потом, допустим, выступает за введение сухого закона, никто не будет говорить о таких подробностях в своей частной жизни, но, тем не менее, они ее освещают частично. Почему? Потому что это дает людям веру в него, как в человека, таким образом говоря о том, что он может быть компетентным и порядочным, в первую очередь, человеком, занимая данный тот или иной пост. Таким образом мы говорим о том, что, то есть, палата оппозиции постоянно говорит, это фундаментальное право человека, да? Вот посадил в тюрьму своих, допустим, друзей. Да, он посадил, но мы об этом знаем. То есть, если это осветили, да, если это стало правдой, то есть, что здесь такого, если осветили то, что я, допустим, посадил своих друзей? Да, это играет на руку политику. Почему и другие аспекты, если он такой правопорядочный, если он такой честный, искренний и, я не знаю, человечный человек, почему это не может освещаться в средствах массовой информации? Вы говорите о том, что он такой, как все, политик такой же, как все, но нет, мы скажем, он не такой, как все. Некоторые его права, они привилегированы. Таким образом мы говорим о том, что президент имеет право на супербезопасность, скажем так. У него есть личный кортеж, у него есть охрана, у него есть телохранители, и за это мы платим налоги. Таким образом, получая это привилегированное право, он получает в себе также обязанность об отказе некоторых других своих прав. В данном случае речь идет о личной жизни. Таким образом, мы хотим сказать, изюмируя все вышеперечисленное, что человек, который стал эталоном страны, на которую мы должны все равняться и который должен внушать в нам доверие, представляя наши интересы, должен соответствовать всем нормам и ничего от нас, избирателей, не скрывать. У меня на этом все, спасибо. Я благодарю господина поместителя премьер-министра за произнесенную им конструктивную речь. И для произнесения своей конструктивной речи приглашается заместитель лидера оппозиции. Ваше время три минуты. Вопросы на первой и последней минуте запрещены между приветствием. Ваше время пошло. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы рассматриваем такую проблему, ну скажем так, проблему. Должны ли мы или не должны освещать частную жизнь человека, то есть политика? Почему мы должны, почему мы не должны? Сегодня наша сторона оппозиции говорит о том, что политик это тот же самый человек. Нет идеальных людей. Все люди имеют слабости. Абсолютно все люди. Наши уважаемые оппоненты из правительства говорят о том, что вот их личная частная жизнь, она непосредственно влияет на их политическую деятельность. И о том, что если они вот изменят один раз жене, значит они изменят стране. Возьмем такой яркий пример Франклин Рузвельт, да? Изменял жене. У него две жены было и еще очень много любовниц. Пил, курил, но при этом он же не проблакандировал многоженство и давайте будем пить всей страной. Уже ваш аргумент рушится. Человек, знаете, есть такая вещь, как этика делового общения, да, делового поведения. Человек очень сильно разграничивает свою личную жизнь и, скажем так, профессиональную деятельность. Человек может быть очень, скажем так, нежным, добродушным мужем дома, но при этом он будет строгим начальником на работе, потому что это его обстановка заставляет быть таким. Сегодня вы говорите о том, что давайте будем заставлять политиков, будем отнимать у них права. Уже правительство пропагандирует насилие, уже говорит о том, что будем насильно заставлять, вот показывайте нам свою личную жизнь. Уже говорит о том, что... Вы понимаете, что наше правительство уже, будучи таким демократичным, отзывчивым, оно уже, скажем так, пренебрегает основными демократическими вещами, как свобода и человеческое достоинство. Уже правительство говорит, давайте будем заставлять их показывать свою личную жизнь, потому что мы хотим доверия. При этом оно само себе противоречит в том, что он говорит, мы хотим доверять им, мы хотим знать, что они такие же люди, как мы, при этом говорит, нет, политики, они привилегированы, они такие вот сидят где-то там. Нет, сегодня, чтобы сохранить стабильность и чтобы люди, как бы, ну, мы сами же должны ратовать за права человека, мы не должны говорить, где прописано о том, что если я политик, значит, все, мое право на частную жизнь искореняется. Нигде этого не прописано, когда декларация прав человека гласит уже о том, что право на частную жизнь является неотъемлемой частью вообще прав человека. Дальше, такой же яркий пример, давайте возьмем Черчилль, тоже еще тот алкоголик, но он же не пропагандировал всех пить виски и курить сигары. Нет, дальше, яркий пример, Саркази поменял свою, скажем так, жену на более молодую, но он же не стал писать об этом везде, давайте будем менять своих жен на более молодых моделей. Просто у него сработал человеческий фактор, он полюбил другую, но, значит, вы говорите о том, чтобы Саркази надо было заставить жить с женой, которую он не любит и что-то в этом роде. Дальше, яркий пример Клинтон. У Клинтона тоже, скажем так, дети, дети Клинтона, скажем, очень любят вечеринки, но это не означает, что его дети влияют на него, то, что такой папа пошли и он что-то, и какие-то законопроекты пускает. Нет же, тот же самый Кеннеди изменял своей жене. Никак это не влияло на политическую деятельность человека, понимаете? Нету вот этого, потому что, как мы уже говорили о том, что право человека, право человека должно сохраняться при любой ситуации. Нельзя в какой-то момент брать и просто забирать эти права, на это ни у кого нет, скажем так, полномочий и прав. Просто нет. То, что вы говорите о том, что мы даем привилегии, при этом что-то забираем, ну, глупо ли это? Не глупо ли просто говорить человеку, вот ты придешь и заставляй, вот ты придешь, если к власти, мы забираем твое право на частную жизнь, вы уже ему угрожаете и заставляете его насильно, заставляете жить хорошо. А человек, он не может, человек по своей природе не может быть идеальным. У каждого есть свои слабости к алкоголю, к сигаретам, к женщинам или же к мужчинам. И, уважаемые коллеги, я хочу вам сказать то, что сегодня право человека должно оставаться правом его. И то, что вы даете привилегии, это не позволяет вам отнимать это право. Большое спасибо, на этом моя речь закончена. Я благодарю заместителя и лидера оппозиции за произнесенную им конструктивную речь. И для произнесения своей конструктивной речи приглашается член правительства. Ваше время три минуты. Вопросы на первой и последней минуте запрещены. Между приветствуются. Ваше время пошло. Нет идеальных людей, говорил предыдущий спикер. Но наша команда считает, что политики должны быть идеальными людьми. И, по крайней мере, они должны стремиться к тому, чтобы быть идеальными людьми. И главным инструментом на пути к этому как раз таки являются СМИ. Главным источником власти, господа, являемся мы, народ. И мы имеем полное право контролировать тех людей, которые нами непосредственно управляют. Давайте не будем сравнивать обычного человека, как это делала команда наших оппонентов, и политика. Вот чем они отличаются? Тем, что человек, управляющий нами, он изначально владеет большими ресурсами и большими возможностями, чем мы. И именно поэтому, именно только по этой причине этот человек не имеет права на сокрытие своей частной жизни. Потому что этот человек просто по мановению руки наших руководителей, наших политиков могут исчезать страны. Они могут наказывать огромное количество людей, они могут менять режимы, они могут повелевать нашими судьбами. И только поэтому они не имеют никакого морального права скрывать свою личную жизнь. Главная ошибка наших оппонентов заключалась в том, что они зацикливали свое внимание, по сути, на личной жизни. То есть на том, с кем, по сути, политик спит. Но давайте не забывать, что мы сегодня говорим о частной жизни. Наша позиция, позиция нашей команды заключается в том, что через частную жизнь мы можем выйти, мы можем обнаружить ошибки профессиональной деятельности этого политика. То есть, когда господин Берузу Скони дарит своим молоденьким девчонкам бриллианты за несколько миллионов, то у народа непосредственно возникает вопрос, откуда деньги у этого человека, откуда он берет эти ресурсы. И тогда уже возникает... И тогда мы уже видим, что у этого человека находится... Нет, посиди. У этого человека огромные счета в иностранных банках. То есть, каким образом он заработал эти деньги только на свою зарплату премьер-министра. То есть, непосредственно процесс дарения бриллианта своей девушке, это частная жизнь. Но эта частная жизнь показывает, какой этот политик в работе. Далее. На сегодняшний день известный человек, всем нам известный человек Навальный, занимается тем, что публикует информацию об отдыхе депутатов Госдумы непосредственно от «Единой России». И что мы видим, на Фейсбуке особенно, он часто публикует эту информацию, о том, что эти политики, депутаты Госдумы от «Единой России», они просто шикуют, разбрасываются деньгами на иностранных, на самых дорогих курортах. И тогда опять же у нас, как у избирателей, возникает вопрос, откуда деньги у представителей «Единой России» на такой шикарный отдых. То есть, это непосредственно их частная жизнь, но мы через эту частную жизнь, через освещение частной жизни, мы понимаем, какие они политики. Далее, еще один очень важный момент. Политик – это не только тот человек, который управляет нами. Политик – это лидер нации, это символ нации. То есть, это тот человек, на которого мы, в принципе, полагаемся, на которого мы должны равняться. И, в принципе, об этом сегодня говорили наши коллеги, наши коллеги из правительства. То есть, в сущности, когда президент или какой-то чиновник приезжает в детский сад со своей женой, он показывает пример, он показывает пример, как должен жить нормальный моральный человек. У него должна быть семья, у него должны быть дети. И непосредственно, равняясь на лидера нации, остальные люди пытаются жить так же. То есть, перед этим человеком еще стоит моральная ответственность за, так скажем, за этические какие-то нормы, которые встают перед нами каждый день. Поэтому мы считаем, что мы должны выбирать руководителя по совокупности личных и профессиональных качеств. И только тогда мы добьемся блага для общества. Спасибо. Я благодарю господина члена правительства за традиционную и конструктивную речь. И для произнесения своей конструктивной речи приглашается член оппозиции. Ваше время – три минуты. Вопросы на первой и последней минуте запрещены. Между приветствуются. Ваше время пошло. Хлеба и зрелищ. Этот клич вечен, как круговорот воды в природе. И сегодня команда правительства придумала новую обязанность себе и политикам тешить толпу, публикуя подробности своей личной жизни. И сегодня мы, как команда оппозиции, против этой позиции. Почему? Потому что сегодня правительство говорит о том, что необходимо публиковать подробности личной жизни, потому что это влияет на профессиональную деятельность. Но таким образом в обществе произойдет переориентация и перефокусирование своего общественного мнения на его личные недочеты. То есть общество будет выбирать политиков не потому, что он хороший профессионал своего дела, а потому что он хороший семьянин и так далее. То есть, соответственно, нашей страной и вообще всем миром будут править тогда не профессионалы, а будут править просто хорошие семьянины и так далее. Но хороший семьянин — это не есть равно хороший политик. И сегодня на примерах Чорчеля, Франклина, Розвельта мы убедились об этом. Теперь смотрите. Сегодня они говорят о том, что это хороший инструмент контроля. Они за то, чтобы была прозрачная деятельность и так далее. Но мы сегодня должны еще заметить, кто является источником всей этой информации. Это средства массовой информации, это желтая пресса и так далее. Сегодня в 21 веке это мощный инструмент формирования общественного мнения. Сегодня мы также должны заметить, что никто как раз таки не следит за достоверностью этой информации. Для желтой прессы и для СМИ необходимо зарабатывать деньги на продажах своих тиражей. Они гонятся за рейтингами. Им важно раздувать информацию. Сегодня господин Руслан Ким также заметил, что народ хочет зрелище. Так вот, журналисты-то и подают вам зрелище за хорошие деньги, но при этом это есть недостоверная информация. Зачастую они преувеличивают и раздувают эту информацию. Соответственно, этот ваш контролер неэффективный, потому что он не работает хорошо, а приносит вам только обман и вранье. Разве мы, как общество, должны слушать их? А неправду? Соответственно, уважаемые коллеги, мы должны понимать, что за недостоверность информации ваш контроль здесь рушится. Также давайте заметим про пункт о частной жизни, о трате бюджета и так далее. Нужно еще подумать о том, что существует политическая конкуренция. Зачастую огромное количество политиков сами нанимают журналистов, заказывают им компроматы на своих конкурентов, чтобы во время выборов их снять с поста. Примеры личной жизни Путина и Алины Кабаевой, о том, что Людмила Путина разводится и уходит в монастырь, это как раз таки наводит смуту на общество и формирует их неправильное мнение. Ничем не доказанные новости и статьи как раз таки дестабилизируют общество само и лишает права выбора на правильную информацию. И вам выбирать, уважаемые телезрители и коллеги, какую информацию вы хотите получать, какую страну вы хотите, страну, где руководят профессионалы или тех, кого хотят видеть наше правительство. Спасибо большое. Я благодарю господина члена оппозиции за произведенную им конструктивную речь. Настало время аналитических речей. Для произнесения своей аналитической речи приглашается секретарь правительства. Ваше время три минуты. Вопросы на первой и последней минуте запрещены и между приветствуются. Ваше время пошло. Хлеба и зрелища требуют народ. Сегодня вот о чем выступает уважаемая команда оппонентов. Да, мы не спорим с этим. Мы всегда говорим о том, что народ требует зрелища. Но говорит ли это о том, что государство всегда будет предоставлять такую информацию, которая хочет народ? Нет. Дело в том, что мы не живем в государстве, где нет контроля, где нет наказания за клевету. Если вы действительно тратите государственные деньги, деньги народа на какие-то свои личные увлечения, это говорит о том, что вы плохой политик, потому что вы удовлетворяете свои личные потребности за счет народа. И народ должен знать об этом. Народ должен наказывать политика за такие действия. Но если политик не совершает данного действия, но все-таки средства массовой информации дают такую информацию, следовательно, это не значит, что политик будет просто-напросто сидеть. Есть такая система, как судебная система, которая сможет доказать, если вы сможете доказать, что такого нет, в принципе вы можете осудить данные средства массовой информации, вы можете получить компенсацию за моральный ущерб и финансовый ущерб, уважаемые дамы и господа. Вот о чем мы сегодня говорим. Мы говорим о том, что существуют определенные рычаги, которые должны регулировать информацию, которая подается народу. И когда мы говорим о том, что желтая пресса существует, мы это не отрицаем. Мы не отрицаем того, что бывает такой момент, когда предоставляются недостоверные факты. Но за недостоверные факты журналисты тоже будут отвечать, как в финансовом плане, так и в плане своей авторитетности. И другой пункт. Сегодня мы будем говорить о том, что средства массовой информации имеют такое понятие, как авторитет. Если постоянно они будут подавать информацию, которая будет нести, извините меня, глупость, какую-то клевету и, скажем так, недостоверную информацию, непроверенную, без доказательств, на основе голых утверждений, то тогда авторитетность данных средств массовой информации будет падать. Предположим, существует такая российская желтая газета, желтая пресса, как «Жесть». И существует авторитетная, более авторитетная, скажем так, газета, как «Комсомольская правда». Кому народ больше доверяет? Кому народ больше доверяет? Желтая прессе, либо авторитетным средствам массовой информации, такие как CNN и Tartas и так далее. То есть они имеют очень хороший авторитет, и они не заинтересованы в том, чтобы подавать информацию, скажем так, недостоверную. И мы говорим, в данном случае мы говорим о том, что сами средства массовой информации заинтересованы, чтобы давать достоверную информацию, чтобы не падал их авторитет в обществе, чтобы их читали вообще, друзья. Вот о чем мы сегодня говорим. Мы сегодня утверждаем, что кто такой политик вообще? Политик – это и есть элита. То есть политики – это элита общества. Когда мы говорим о том, что политик идет в политику, то есть человек, когда хочет пойти в политику, он должен осознавать, что народ будет интересоваться, какой он человек. Тогда они будут выбирать его. Тогда они будут смотреть, какой он человек в личной жизни, какой он человек в политике. И вы говорите, есть хороший человек в личной жизни, есть хороший человек в политической жизни. Мы говорим о том, что люди должны стремиться к хорошему. Эти политики должны бояться перед народом и стремиться быть такими же идеальными. Мы не говорим, что есть идеальные люди, но они не должны переставать стремиться к идеальному. Вот о чем мы сегодня говорим. Исходя из этого, мы утверждаем, что для развития самих политиков, для того, чтобы народ брал пример политиков, они должны контролировать этих политиков через личную жизнь. Потому что в личной жизни они могут укрывать все свои коррупционные доходы и в принципе тратить их. И народ должен видеть это все. Благодарю за внимание. Я благодарю секретаря правительства за произнесенную им аналитическую речь. И для произведения своей аналитической речи приглашается секретарь оппозиции. Ваше время три минуты. Вопросы на первой и последней минуте запрещены. Между приветствуются. Ваше время пошло. Итак, здравствуйте, уважаемые судьи, уважаемые телезрители и все здесь находящиеся. Давайте рассмотрим наши первые столы. О чем сегодня говорилось? Уважаемые телезрители, уважаемые судьи, если мы сегодня будем слишком детально изучать личную, частную жизнь политика, то, как известно, его профессиональная деятельность автоматически переходит на второй план. То есть, как говорила наша первая оппозиция, сама профессиональная деятельность, она уже станет неинтересна зрителям, то есть избирателям на данный момент. И в этом случае мы теряем хорошего профессионала. О чем говорили? О Черчилле, о Рузвельте, о Клинтоне. Все они были великолепными политиками. Для того, чтобы восхититься, чтобы узреть, какие они люди на самом деле в профессиональной деятельности, мы должны отойти от его личных качеств. Итак, давайте пройдемся дальше. Что нам говорили уважаемые наши, уважаемое наше правительство? Она говорила, она не отрицала того, что люди хотят хлеба и зрелищ. Она не отрицала того, что желтая пресса существует. Но даже отходя от этой желтой прессы, любые СМИ, тот же интернет, телевидение, те же газеты, всегда в первую очередь хотят рейтинга для своих программ. И в этом случае они в любом случае будут говорить о частной жизни, то есть политика с той стороны, в которой хотят видеть это люди. То есть они хотят смотреть то, что им интересно, то есть о его личных проблемах, то, что творится его в семье, что он кушает и все остальное в этом роде. Но в этом случае мы говорим, что информация может быть недостоверной. И что тогда? Они говорят, есть судебные процессы по поводу клеветы и всего остального. Но, уважаемые судьи, уважаемые зрители, во многих странах этот закон уже отменили. И в этом случае политики уже не имеют возможности подать в суд. Еще одно. Даже если в тех странах, где есть этот закон, Кыргызстан, Россия и еще ряд других, то новость уже пущена в массы. И в этом случае обратный отсчет уже невозможен. Даже если он оправдается, пока он будет говорить, что правда, что ложь, пока будут идти эти разбирательства, что произойдет. Во-первых, страдает его профессиональная деятельность. То есть пока он будет ходить по тем судебным препирательствам, то его работа будет оставаться на втором плане. Второе. Если даже он оправдается, то пущенная новость уже засядет в умах избирателей, засядет в умах всех граждан. То есть даже когда будут говорить, что он не виноват, нет, такого не было, подсознательно человек будет думать, точнее, что дыма без огня не бывает, даже если этого дыма не было. Вот о чем мы сегодня говорили. СМИ в данный момент, вопреки бытующему мнению нашего правительства, уже не является тем справедливым объективным рычагом давления. И как говорила моя уважаемая сокоманница, эти новости, эта информация может быть подстроена именно конкурентами в области политики. И в данном случае мы опять же, уважаемые зрители, уважаемые судьи, мы теряем этого хорошего политика. Таких примеров было достаточно много. И давайте рассмотрим ценности, которые были сказаны на первых столах, что человек должен знать, и неприкосновенность частной жизни. Что перевешивает? Для нас, я не думаю, что вы захотели бы, чтобы вас обсуждали, и перед вашими домами стояла толпа журналистов. И вторые столы, где столкнулись с мнением о том, что о политике надо знать все, что он должен быть идеальным. Мы говорим, что эта информация, которая, возможно, выставляет этого политика даже в негативном свете, может быть недостоверной. Так, уважаемые зрители, уважаемые судьи, вам решать, должны ли мы верить всему, что нам говорят, либо мы должны знать действительно достоверную информацию. и насколько это для вас важно. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое уважаемые команды. Игра была очень интересной. И позвольте мне сказать несколько слов о ваших сегодняшних выступлениях. Каждый человек живет, как минимум, по двум принципам, или, можно сказать, кодексам. Один — это законодательный, и второй — это этический, или моральный, можно назвать. Сегодня почему-то во время дебатов вы, дебатеры, очень часто путали вот эти два понятия. Понятие законодательства и понятие морального этического кодекса. Сегодняшняя тема, она очень часто дебатируется, она, скажем, немного новая для вообще дебатного сообщества Центральной Азии, для нас. И она очень часто дебатируется на Западе, то есть там она более актуальна. Но с каждым днем у нас тоже эта тема становится все более и более актуальной. И вы, к сожалению, многие из вас, из-за того, что путали вот эти два понятия законодательства и этика, приводили немного неконкретные, скажем, неподходящие, нерелевантные примеры, которые были переняты с одной стороны и подделаны, скажем так, подэтически. Потому что эта тема, она больше подразумевает этический подход, этический вопрос, этические пути решения. Мне кажется, что вам нужно немного отойти от этой модели дебатирования в таком нашем формате, потому что таким образом вы тратите огромное количество времени, и просто суть некоторых аргументов, она перефокусируется, переориентируется, как было сказано. Но в целом ваши выступления были неплохи. Спасибо большое. Уважаемые телезрители, отличная новость! Международная образовательная ассоциация дебатов на своем сайте ru.adbate.org запустила специальную страницу нашей с вами телепередачи. Теперь все русскоязычное пространство дебатов сможет вместе с вами наблюдать за нашей телевизионной программой на сайте ru.adbate.org. Изменились ли условия голосования? Теперь после выхода каждой передачи в эфир вы можете целых 4 дня голосовать на сайте ru.adbate.org за команду, по которой, по вашему мнению, выиграла в дебатном раунде. ru.adbate.org – ваш портал в мир дебатов. Благодарю за игру. Очень кратко постараюсь проанализировать остальные точки столкновения, остальные аргументы, представленные командами. С стороны первого правительства мне понравилась самая идея. Во-первых, то, что политика – это все, идея, скажем, аргумента и сдержек профессии. То, что политика – это публичная профессия, следовательно, необходимо уже делиться или, точнее, отказываться от некоторых своих привилегий на частную жизнь. И вторая идея – то, что народ должен знать все-таки о том, чем занимаются их избиратели, их избранники. Вот идея второго стола, точнее, второй команды правительства мне больше понравилась, потому что тот пример, когда какой-нибудь публичный политик покупает бриллианты за фантастические суммы, потом дарит кому-то, возникает вопрос, откуда деньги. Но немного недокрученная мысль, потому что не просто мы узнаем, какой он политик, а мы узнаем, злоупотреблял ли он своей властью, откуда он взял эти деньги, не были ли использованы какие-нибудь коррупционные схемы для того, чтобы он эти деньги откуда-то заработал. Вот это очень важная информация, важный аргумент, мне кажется, который был, может быть, краегольным камнем позиции всех двух команд правительства. Честно говоря, выделить какую-то команду, которая бы лучше всех продебатировала, я не могу. Все команды идут равны. Спасибо. Спасибо за приглашение. Это были очень интересные, живые, насыщенные, например, дебаты, мне очень понравилось. Да, идеальных людей не бывает, но политики должны стремиться быть идеальными, поскольку они несут ответственность за этические нормы, за моральные ценности, они создают модели поведения, поэтому они должны быть идеальными, я считаю. Дебаты – это прекрасная возможность для студентов развиваться и находить новых друзей. Продолжайте дебатировать. Добавить. Продолжение следует...